Всем привет! Это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак и у нас в гостях Сергей Лебедев, сценарист компании YBW. Сережа, привет! Всем привет, Николай, привет! Вот я попросил Сергея сделать такое зум-интервью для нашего канала. Расскажи, пожалуйста, Сережа, ты же еще один наш человек в Москве, скажем так, еще один казахстанец, который работает сценаристом на крупном российском канале. Да-да-да, я большой счастливчик, мне очень сильно повезло, потому что мне на всех этапах помогали люди, то есть у меня всегда были хорошие учителя и на всех этапах, начиная там со школы, потом в университете. Ты из Лисаковска, да? Да-да-да, Лисаковск, родной мой город Кустанайской области. Слушай, подскажи, пожалуйста, вот знаешь, когда сказал, что ты из Лисаковска, я, во-первых, сразу понял, что я знаю этот город, ну как бы просто я слышал о нем, но вот когда перед тем, как с тобой встретиться, ну перед тем, как мы с тобой сейчас, вот я ехал, чтобы записывать интервью, я подумал, я вот знаю Лисаковск, знаешь, условно говоря, а вот, ну а откуда я знаю, я так и, ну в смысле, он чем-то известен, что-то там у него происходило там, я не знаю, не дай бог, какие-то драматические события, почему он известен? Я вот даже сам ему проанализирую. Ну, дело в том, что у нас, когда Казахстан стал суверенным, когда Казахстан образовалась, собственно, как республика, наверное, это один из первых городов, который стал, получил статус свободноэкономической зоны, такое определение. Вот у нас даже были там магазины, у нас был чешский магазин, то есть у нас много кто там, американцы что-то там открывали, вот. И еще, наверное, город знаком тем, что, ну он на слуху, тем, что там был Арай. Арай, какая-то компания, которая занималась, они делали там напитки различные, алкогольные напитки, в частности, водку. И их спирт, вот люкс, он расходился и по всему Казахстану, и по всему, ну и в России хорошо продавался. Вот. Прикольно, смотри, если бы, если бы мы все-таки, наше интервью шло по сценарию сериала, то прикольный был бы сеттинг, потому что герой вырос в городе, в котором был хороший люксовый спирт. Это и положило начало его истории и его пути. Еще более удивительно получается, как я оттуда выбрался. А, да. А, еще больше препятствий и усугубление, да, для героя. Ну, не утонул, скажем так. Ну, расскажи, а как ты выбрался оттуда? Как ты выбрался оттуда? В какой-то день проснулся, понял, что, ну, слишком хороший спирт? Или... Не, ну, мы всегда дегустировали там, ну, в каких-то там количествах вот. Моложе был, чуть больше. Сейчас, конечно же, не то у меня, не то настрой. Ну, делал. Вот. Не те приоритеты. Да, да, да. В общем, ну, как, тоже, наверное, как многие мои коллеги, мне помог КВН. Сначала школьный КВН. Вот. Потом КВН в ВУЗе. Потом КВН добрался до сборной Челябинска. Ты учился в Челябинске, да? Да, да, да. А, круто. А на кого? Режиссер театрализованных представлений и праздненств, точка преподавателя. Ну, слушай, ну, ты почти по специальности дальше работал? Не, не, не как бы... Да, почти. Не сельхозинвестит? Да, да. Ну, ты из этой Челябинска, да, получается? Там же много ваших, ну, из Челябинска много авторов вышло. Очень много. Очень много. Если мы даже сейчас начнем всех перечислять, даже видных, у нас с тобой не хватит времени. Да, да. Это будет шестичасовой выпуск, я просто буду перечислять фамилии. Даже если ты будешь их сокращать, да? Да. Смотри, значит, получается, КВН, ты играл за сборную Челябинска, да? А это в какое время было? Тогда уже уездный город был, или... Ну, вот, сначала уездный город был, главенствующей командой, затем Луна. Вот, а после Луны уже, ну, вот, наше поколение пришло. У нас команда называлась Мыс Челябинска. Ну, мы добрались до премьер-лиги, там, поиграли несколько игр, и все. И начали заниматься уже серьезной работой. Слушай, а как это происходило? Смотри, вот вы поиграли там, вы взаимодействовали, вот, как нам Василий рассказывал, да, твой коллега, вместе в одной компании работаете, ты взаимодействовал с какими-то более, ну, уже опытными КВНовскими авторами, которые стали работать над сценарием? Или вот, ну, как ты сам зашел, или тебя подтянули, ну, позвали в сценарную группу? Ну, да, ну, это вот сейчас мы углубимся в мою биографию, я постараюсь каратенечко так, что вспомню. Ну, в общем, я понял, я понял, да, то есть, ну, вот КВН школьный мне очень много дал в том плане, что вообще жанр КВН там очень много поджанров, если так можно выразиться, то есть, он впитал в себя очень много всего культуры, искусства и так далее. И в этом, ну, это мне помогло как-то раскрыть себя, как-то, ну, показать себя. И я, в общем, никогда не думал, что я поступлю там куда-то там в вуз, именно вот в культурную направленность, но поступил в Академию культуры, причем поступил на бюджет, и меня, получается, российское государство бесплатно обучало. Вот. Дальше я занимался КВНом. Я сказал, нет, после школьного КВН, я знал, что это и репетиции, это бессонные ночи и так далее. Даже в школе у нас было очень серьезное противоборство там между нашими командами, мы там школами играли, школа на школу. Вот. И, то есть, я сказал на первом курсе, нет, только профессия, КВН, это все, это все несерьезно, это все таки хаканьки, но, видимо, судьба меня, на втором курсе меня ребят уговорили поучаствовать. Вот. Играли мы в КВН, играли, играли, и, в общем, доигрались до того, что сборную города, и нас пригласили в сборную города, там, нескольких ребят с нашего вуза, нескольких с других, и вот так, в общем, такая сборная получилась. И в 2016 году мы перестали играть в КВН. Вот, мы съездили на последний для нас фестиваль, вернулись, и надо было что-то делать. А параллельно у нас, ну, мы уже говорили про это в Челябинске, у нас сильнейшая, я не знаю, наверное, ну, я, может быть, не объективен в этом плане, но для меня, наверное, самая сильная школа КВН была в Челябинске. У нас после уездных городов и лун команд, которые положили, то есть, создали культуру, реально культуру КВН, свою, уральскую. И у нас было такое, я состоял в такой организации, мне посчастливилось, Планета Бдыщ. Вот, то есть, там, Дмитрий Тоборчук был основателем. Ну, вся вот эта старая команда сильная, она сделала свой продакшн, по сути. Мы занимались там, мы тогда и какую-то рекламу писали, и занимались организацией каких-то фестивалей, КВН, то есть, и параллельно еще мы пописывали фриланс. Вот, и первый мой опыт был, это, конечно, ну, как и все, наверное, КВНчики, мы писали шесть кадров, мы писали нашу Рашу, да, это все на фрилансе, даешь молодежь. Вот, и писали, 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 в общем, и в какой-то момент нас, ну, а там много групп писал, допустим, нашу Рашу, Семен Слепаков поступил о предложении нашей авторской группе, может, вы переберетесь, ну, может, не дистанционно будете писать, а вы переберетесь сюда. Мы тогда такие, ну, побоялись, такие, да нет, что, ну, мы еще, мы не мыслили вообще так, ну, то есть, профессионально как-то, мы как-то, ребята, да нет, у нас тут нормально, мы посели в Челябинск, свой город, все хорошо. Приходят деньги, то есть, тогда еще в долларах платили, о, это время, когда тебе приходилось. Живешь в Челябинске, получаешь в долларах по-московски. Да, причем получаешь на каком-то фестивале или на каком-то КВН-форуме, ты приезжаешь, и там тебе конвертики дают, и ты довольность считаешь. Вот, в общем, и когда мы закончили играть в КВН командой, поступило такое предложение, у нас был, ну, такой хороший, он есть, замечательный человек, один из моих учителей, это Денис Хорошун. Вот Денис Хорошун, он набрал молодых ребят, то есть нас, и мы в составе группы, ну, тут немножко запутанная история, в составе группы Андрея Рожкова, мы писали большую разницу. Это, по-моему, продакшн-среда этим занимался, вот, мы писали большую разницу, да, да, цикал, совершенно верно. То есть, мы снимали квартиру, в этой квартире жили вчетвером-пятером, к нам приезжал Андрей Борисович, мы ему рассказывали, что мы придумали или не придумали за день, все это редактировалось и отправлялось. Тогда еще, по-моему, первое рабочее название было «Большая пятница», вот, небольшая разница. Вот, мы писали большую разницу, и в какой-то момент к нам обратился Антон Колбасов, это автор команды КВН «Луна», уже креативный продюсер сейчас. Вот, и Антон Колбасов говорит, что мы сейчас набираем новых авторов, потому что мы устали уже писать, там, шестой сезон «Универа». Мы набираем авторов новых, молодых, вот, надо будет пройти кастинг, ты как, готов? Готов, не готов? Я говорю, конечно. А тогда уже я хотел, ну, научиться писать именно что-то уже, ну, уже побольше форму как-то освоить, запрыгнуть на нее. И вот писать ситкома для меня это было, блин, ну, это круто, наверное. Это уже, наверное, ближе к профессии, это уже серьезное дело. Вот. И мы начали пробоваться, там был большой кастинг, как нам сказали, это будет месяц-два, в итоге он длился около пяти месяцев. Там были десятки авторов, которые пробовались на эту роль, так скажем. В общем, несколько человек из нашей команды, ну, вернее, сейчас я обманул Александр Косянов и я из нашей команды, а из других команд, еще ребята из других стран, из других городов, ну, в общем, нас набрали на роль диалогистов. Тогда продакшн назывался, это был Семарк, да, по-моему, Семарк. Это Вячеслав Буслухаметов и Семен Слепаков, да, ими, да, были генеральными там продюсерами. Вот. И они, собственно, нас приняли в свою реализацию. Вячеслав же тоже из Чернаминска, да, по-моему? Извини, пожалуйста. Да, да, да. Он у вас вообще как это, как в городе, как ему памятник еще не поставили? Я не знаю, может быть, где-то уже готовят. Смотри, а вот когда вас туда позвали, то есть там было уже сразу деление на диалогистов, да, и те, кто пишет по эпизоднике, да? Да, там была специфика такая, потому что там выросли авторы, вот ребята из Луны, авторы, они уже выросли, они уже много сезонов писали, и они уже на следующую ступеньку прыгнули, креативные продюсеры, вот. И, собственно, набрали новых авторов, которые встали на их место, диалогистов. И схема была такая, что есть креативный продюсер, ну, четкая градация, есть диалогисты. То есть креативные там что-то написали, придумали своей командой, своей группой, спустились к нам и передали нам так называемый поэпизодный план. Вот. Объяснили задачи, поставили сроки, и мы сидим, получается, из сухого достаточно документа по эпизодному плану, мы делаем диалоги, первый драга в диалог. Вот. В общем, собственно, вот так я как-то и вошел в профессию. А тяжело вот этот переход был от, ну, от, как скажем, от скетчей, да? От миниатюр, скажем так, или как правильно назвать, к какому-то вот этому, ну, все равно ситком, так или иначе, это драматургическое произведение, да? То есть, ну, тяжело удавалось, или в уровне кастинга уже тогда вас, как бы, как сказать, тренировали и уже отбирали на способность, ну, писать? Ну, конечно, за момент самого вот этого, так скажем, отбора и кастинга было много тестовых серий. Ты уже, ну, ты не сидел просто и не ждал. Кто же, кому же повезет? Ты работал, ты постепенно вникал, вгрызался в это дело. И на этом этапе, конечно, для диалогиста важно уметь писать разговорно. Писать разговорно. Это была, это была самая трудная задача. Это надо было проговаривать, сидеть, проговаривать по нескольку разу. Вот у тебя, допустим, документ, там, 25-30 тысяч знаков, ты их сидишь и проговариваешь, и проговариваешь, и наговариваешь, слух читаешь. И у тебя все равно не получается. Тебе все равно приходит красный документ, вот, документ приходит в Word, ты его открываешь, и просто, ну, тебя, фу, краснота. Это креативные продюсеры, да, или редакторы отдельные? Нет, креативные продюсеры, они и были редакторами. То есть мы там были разделены на группы, то есть вот группа, допустим, Лебедев-Смолин, там еще другая группа. Пешков-Нотариус, там еще какая-то другая группа. И над этим, ну, каждый, над каждой группой было шефство. Там тоже двух креативных, как правило. Вот. Ну, и ребята нас не щадили и правильно делали. Ведь, ну, только вот через, ну, наверное, через такую боль, наверное, авторскую, через, ну, как вот ты приходишь в зал, и ты качаешь мышцы, ты же все равно, получается, рвешь эту ткань, все равно боль это есть. И после зала боль есть. Вот. И через, наверное, только вот эту вот такую боль, что, ну, постоянное гнобление себя, что я что-то не так сделал. И рождается, наверное, потом хороший, хороший диалогист. Вот. Слушай... Ну, мы как-то, мы старались. Слушай, ну, я, поправь меня, если я не прав, но вот, если брать конкретно универ, то там еще, ну, кроме того, чтобы это было разговорно, то там вот это требование к лаконичности и к емкости, ну, даже если через, ну, как сказать, какие-то сленговые слова, да, то есть они достаточно высокие, то есть там нужно как бы и смысл продвинуть, типа шутить и как бы и чтобы это было органично персонажу, мне кажется, там, ну, как задача за очень маленькое количество знаков, скажем так. Да, 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 вот я только хотел про это сказать, что помимо разговорности, которая требовалась, чтобы текст считывался, чтобы он легковесный был, чтобы он наразговорился, еще и требования по юмору. У нас там было, ну, то есть стандартом было, чтобы через фразу была какая-то шутка. У нас даже было такое понятие смехоточка, ну, то есть мы ее обозначали, то есть получается двоеточие, закрытая скобка, и у тебя выходил такой смайлик. И прямо такими смайликами мы расставляли в документе ворк. Вот нам считали, допустим, если у тебя сцена там, ну, стандартная сцена там тысяча, там, полторы тысячи знаков, если у тебя там меньше, там, пяти или шести смайликов, то отправляли, дорабатывайте, усмешняйте. Это, например, на страницу, да, должно быть было около пяти, да? Ну, это если мы берем вот стандартную такую сцену, то есть небольшую, немаленькую, а такую среднюю, да, она примерно выходит вот тысяча, там, полторы тысячи знаков. И мы эту, эти все вещи усмешняли. То есть достаточно плотность юмора была высокой, достаточно высокой. То есть надо было, ну, посидеть. За сколько тогда писали? Мать! Сколько времени у вас уходило? Ну, не в начале, а потом уже, когда вы вышли на более-менее нормальный темп какой-то? Ну, наверное, я уж не помню, по-моему, две или три серии в месяц. Две три серии в месяц. Это группа, да, одна из двух человек? Да, да, да. По-моему, так. Может быть, больше. Я уже не помню, правда, я забыл. Я помню, что было тяжело. Тяжело вот именно разговорность, и в эту разговорность еще надо вставить органично шутки, чтобы они не торчали, чтобы они не были перегружены формулировками. Понятно. Причем так вот потихонечку мы... То есть, в группе, в поэкболунивер, да, если мы берем именно, как сценарий сериалов, скажем так, а потом что было? Потом, когда университет начал потихонечку заканчиваться, а у него реинкарнаций было достаточно много, ну, Слава заходил к нам в кабинет и говорил, «Ну, все, наверное, все, все, наверное, это уже последний сезон». Потом приходил через некоторое время и говорил, «Нет, еще заказались 500 серий». Там заказывали прям очень так, нескромно. 500 серий заказали, 200 серий. 200 серий? Офигеть. Ну, там, я могу на счет 500, я, наверное, могу кто-то там обмануть, но вот, по-моему, по 200 серий заказывали, я помню, что приходил, и говорили, вот, еще 200, господи, там уже все было, там уже сколько историй, нет еще. И дальше было, когда начинал заканчиваться универ, Саша Таня. Это скетчком про героев универа. То есть это такой был спин-офф, получается, универ. Слушай, Саша Таня, ты писал Сашу Таню, да? Да, первый сезон. Прикольно. А, слушай, а там я разбирал для себя Сашу Таню? Я, честно говоря, ну, я, например, не знал, что ты писал. Там, как сказать, какая схема, то есть там одна линия была выбрана в качестве такой одной ситкомовской, а все остальное это были скетчи, да? То есть или там 6 битов, 6 битов это сюжет движется, условно говоря, да? Ну, там, в этот день, но в этот день еще они находятся, например, в спортзале, и там идут скетчи из спортзала, там, да, например, ну, там он. То есть это была осознанно, как бы, так и выбрана такая схема, да? Да, по схеме это совершенно верно, ты прав. По схеме это была, это линия была ситкома, которая разбивалась скетчами, вкраплениями вот этих скетчевых историй. Прикольно. Ну, то есть, а где-то такое уже было? Ну, в смысле, это откуда-то взята такая схема? И просто, ну, только вот Саша Таня видел? Ну, наверное, я сейчас не вспомню какие-то там заокеано-западные аналоги. Но, скорее всего, где-то, наверное, была такая схема. Я просто не вспомню сейчас так сходу. Но тоже была работа тяжелая, потому что, ну, казалось бы, форма самая простая. Тем более после ситкома малая форма, и как-то вроде все легко. Но сколько требовалось материала, и сколько из написанного не вставало, это был дикий ужас. Потому что, ну, когда ты месяц пишешь, роешь, роешь, роешь эти скетчи, второй месяц, на третий месяц у тебя наступает уже безысходность и депрессия. Потому что у тебя они просто не рождаются. Ты выплеснулся, ты начинаешь рыть, ты начинаешь какие-то смешные истории жизни искать, какие-то там анекдоты переделывать. То есть, доходило до такого вступления. И, в общем, это была такая, ну, тоже достаточно тяжелая работа. Скажи, пожалуйста, а вот на универе и на, вот уже на Саше Тане, это, ну, вы работали, ну, с твоим партнером, да, по написанию сценариев, вы работали как фрилансеры, да, в то время. То есть, тогда не было такого, ну, как сказать, уже в то время, не было, ну, там, авторской группы, которые, там, ну, компании, которая берет на работу людей на постоянный контракт. Ну, вот со времен, получается, вот большая разница. Нам, нам, нас, по-моему, даже нам какие-то проходки делали, но мы точно не были в штате, это была среда. А вот уже когда мы, нас взяли на универ, это был, был, был продакшн 7 арт, и мы были официально в штате. Ну, нам сразу и поэткрыли, как всем, как большинство авторов. Да. Не, ну, я имею в виду, что, ну, организация, которая нанимает вас, в том числе у нее есть обязательство, условно говоря, нагружать вас работой, да? Ну, то есть, либо если нет проекта, вы не работаете. Нет, то есть, у нас стоит определенный объем работы, который мы должны выполнить в месяц. Вот, если ты выполняешь этот объем, то тебе платится ежемесячно оклад. Если, там, ты не успеваешь, какие-то проблемы не укладываешься, ну, с тобой разговаривают, выясняют, в чем проблема. Но, в принципе, оклад тебе платят каждый месяц. Ну, да, я вот просто именно про эту форму, то есть, ну, есть просто сценаристы, которые пишут просто сценарии и получают гонорар за, ну, за сценарий, условно говоря, да? То есть, ну, в смысле, занял он больше времени. Понятно, там есть тоже сроки, но это, как бы, за конкретную работу, да? А я имею в виду, если ты ее не выполнил, то ты вообще ничего не получаешь, скажем так. А получается, ну, в этом, уже тогда уже появилась такая форма, что вы, как сказать, ну, не юридически, а неформально, вы уже как были как штатные авторы, да? То есть, вы состояли в той команде. Да, да. Хорошо. Это верно. Расскажи, пожалуйста, вот смотри, изначально, то есть, ты всегда писал с кем-то в паре? Ну, или там, вот, втроем, или вдвоем? Или у тебя были кем-то, когда ты писал один? Нет, один я не писал, потому что, ну, это была специфика. Одному человеку легко загнаться, мы все это знаем, и поэтому такая специфика на уровне диалогистов, и потом, как правило, когда уже становишься креативным продюсером, как правило, тоже это пара людей, два-три человека. И нас много тасовали между собой, нас там было четверо или пятеро челябинцев, нас между собой тасовали как-то, мы в разных ипостасях побывали. То есть, а потом так получилось, вот я со своим другом Василием Смолиным так и пишу, мы так вдвоем и пишем, начиная вот со времен универа Саши Тани, до сих пор пишем вдвоем. Слушай, ну, мы с тобой понимаем, но давай все-таки зрителям объясним, что такое одному загнаться, как бы, да? Ну, у нас разные зрители наши казахстанские, в основном, смотрят, и что не все понимают, да? То есть, это и речь идет о том, что если ты один, ты не можешь, в том числе, критически осмыслить свой материал, и, кроме этого, ну, особенно в юморе, очень важная штука, это как давать подачу, да, друг другу, ну, в смысле, по юмору. Да-да-да, просто себя легче всего убедить, что это смешно. Особенно, если ты начинаешь, выходит, это гениально, это неоспоримо, это круто, это смешно, но он всегда нужен, то есть, отклик, то есть, нужен ответ, обратный, ну, человек, оценка человека, который услышал твою шутку, скорее всего, она вернее, нежели твое мнение об этой шутке, потому что это обратная связь, и это, ну, то есть, это вот она твоя оценка. И на том этапе, я, будучи амбициозным молодым автором, я не принимал, я очень, я очень это эмоционально реагировал, потому что, в следующий момент, когда, особенно молодой автор, он выплескивает, делится чем-то своим, выплескивает что-то свое, он же очень сильно обнажается, это очень интимный момент, он сейчас беспомощен, и когда ему еще говорят, что это плохо, то есть, некоторые люди, ну, там разные, у каждого, каждый человек, по-разному, так скажем, реагирует, склады характера у всех разные, и кто-то там эмоционально, типа, да ну, вы не правы, а кто-то, наоборот, закрывается, замыкается. Ну да, это болезненный момент не только для начинающих авторов, это, понимаю, но, понятно, что вырабатывается какая-то привычка. Да, 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 потом привыкаешь просто, это уже, эти плети уже не так больно, то есть, удар, но хорошо, еще раз, но... Слушай, ну хорошо, то есть, вы работали Сашу и Таню, потом какой был проект? В общем, после Саши и Тани мы подумали с ребятами, что нам надо как-то двигаться дальше, мы решили, мы хотели уже писать не только диалоги, но и по эпизодным планам, вот, а так проанализировав, нашу организацию, Семарт, ну, не скоро нам светило это счастье, и мы, в общем, обратились к Михаилу Ткаченко, и это наш, директор нашей команды, про то, что я говорил, вышесборной, из Челябинска, вот, и сказали, что вот есть ли возможность пописать в славную организацию в IBW. А он там работал, да? Да, он там уже был продюсером, и он, в общем, связался с Виталием Петровичем Шлепо, мы с ним поговорили, и Виталий Петрович нас взял, чему я безумно рад. Слушай, а какие, какие вопросы Виталий задавал, кроме, ну, кроме того, что вы, какие проекты вы делали? Ну, он, собственно, вопрос был логичный, вот, почему, почему там вы переходите, что вас подвигло, мы так, собственно, все и объяснили. Понятно, хорошо. Там в IBW чем-то отличалась, как бы, ну, в смысле, структура, ну, внутри, я имею в виду, для вас, то есть, да, я так понимаю, ну, по крайней мере, Вася так говорил, Земзюлин, о том, что у вас более универсальные, то есть, люди пишут и по эпизоднике идеологии, то есть, такого нету, да? Да, это сразу, сразу, этим сразу и понравилось работать. Во-первых, ты сменил схему, и у тебя, как бы, свежий воздух. Во-вторых, мне эта схема, которая в нашей организации, в IBW, она, мне кажется, она быстрее интегрирует молодого автора. То есть, ты сразу всей большой командой пишешь, ты видишь то, что говорит, ты видишь, ну, ты видишь всю историю от задумки до уже диалогов. То есть, ты сидишь на сборах, есть такие, так называемые, авторские сборы, где все собираются. по авторским сборам. То есть, у вас там, ну, человек 50-60 авторов всего в организации, вы все вместе собираетесь или только те люди, которые, ну, на конкретный проект? Которые на конкретном проекте. Ну, вот, допустим, человек там, 7-8-10 человек, допустим, бывает 12, если большая группа, собираются там в переговорки, или там по зуму, по видеосвязи. Собираются и думают дальше, как мы продолжим наш сезон или как мы начнем наш сезон, как закроем наш сезон. Ну, то есть, за сезон происходит там несколько сборов. На каком-то проекте это 3 сбора отпустится сезон, на каком-то проекте это больше сборов. Вот, как правило, сборы длятся неделю. Есть сборы, такие экспресс-сборы у нас сейчас практикуются на пироговых, на ипо-пироговой сетеряли, где мы просто созваниваемся там на несколько часов, какие-то контрольные точки расставляем, какие-то истории заполняем, какие-то более подробно вписываем, какие-то просто обозначаем. Все и расходимся, писать, разбираем все и расходимся и писать. На больших сборах вы только структурно обсуждаете или тоже накидываете по юмору? Да, да, да. Даже какие-то шутки накидываем, вписываем в какая-то удачная реприза, мы ее фиксируем. То есть собираемся, продумываем арки персонажей, то, допустим, у нас сбор. Допустим, нам нужно придумать с первой по восьмую серию, что будет происходить с нашими героями. Берем главных персонажей, продумываем арку с первой серии по восьмую, как изменилась ее судьба, то есть куда она двигается. Берем арку потом уже второстепенных персонажей и тоже продумаем. Потом каких-то третьих степенных так называемых наших дурачков, людей, на которых весь юмор мы вешаем. Мы называем третья линия анекдот. Тоже арочку кидаем, как она двигается. Где-то может быть арка более изогнутая, то есть происходит более значимый событие. Где-то бывает просто арочка такая, что допустим фитнес Елеха открыл свой новый бизнес. Что-то такое. Слушай, это все как бы на уровне сборов, то есть накидываете все идеи в кучу, либо уже там происходят креативные продюсеры в самом процессе уже какой-то примерно отбор, судя по тому, как это воспринимается вашей группы? Ну, нам креативные ставят задачу. А креативные участвуют? Креативные да, конечно. Я поэтому говорю, что все люди участвуют. Молодые авторы, опытные, креативные нам очерчивают рамки, куда мы двигаемся, определяют проблемные места, дыры, что надо придумать. И вот пока мы это не придумаем, мы не расходимся. Понятно. Прикольно. Ну, то есть продумываем также и производственную часть, и линию отношений. То есть и П. Пирогова, и фитнес это достаточно производственные такие продукты. Производственные, чтобы более понятнее было, это то, что обычно происходит на работе у персонажа, и это актуально для сериалов, в которых, да, вот как сказал Сережа, ярко выраженное проектное, то есть П. Пирогова, она печет торты, да, в фитнесе они вот именно занимаются вот этими тренажерными залами, в кухне это ресторан, в интернах это больница, вот, вторая линия это линия отношений, потому что это то, что происходит между персонажами на личном уровне. Я правильно сказал? Да, такая сноска теории. Не, ну, я просто к тому, что мне пишут, знаешь, мы как бы этот, мы сами понимаем, да, как бы, да, я сейчас тоже с одной мыслью поймал, что я на автомате какими-то терминами сыплю, их надо расшифровывать, да, я обычно пытаться делать, как бы, расшифровать. Слушай, а какой был первый проект в ВВ, куда-то, то есть, условно говоря, ну, если так брать, то вы в статусе диалогистов вошли в команду, да, ну, то есть, я не знаю, там, как по возрасту, но, в общем-то, вы были тоже, ну, пока молодыми, как бы, авторами, да, то есть, да, я говорил, да, вот, вас привлекли сразу в какой-то проект, воткнули, чтобы вы учились, или как-то? Да, непосредственно сразу внедрили нас на... Текущий проект какой-то? На текущий проект Светофор. А, Светофор, круто. Да, мы взяли по серии Светофора и писали. Каждый взял отдельно просто, ну, в смысле, в рамках вот этого, вот этой линии, которая задается с креативными продюсерами, одна основная группа взяла одну серию, да, то есть, получается, вы сразу стали там предлагать три линии, да, ну, креативным продюсерам. Ну, нам как бы, у нас был такой небольшой предэтап, то есть, нам дали по серии, то есть, всем, кто пришел, у нас пришло три, четыре человека. Нам дали по серии, и у нас были свои редакторы, ребята креативные, которые у нас вели и редактировали эти серии. И это был тоже некий, наверное, небольшой тест, потому что там это тоже была оценка нас. то есть, мы сказали, да, что мы два с половиной года писали ситком, успешный ситком, но нужно было все равно показать, ну, свой уровень на тот момент. Вот. Мы написали по серии, мы удивились, как мы быстро сдали, потому что требования к юмору универа, что там прям шутка за шуткой, смешно должно быть через каждое слово. Здесь немножко упор был больше на саму историю. Сама история должна быть интереснее, продумана подробнее, с поворотами. То есть, больше поворотов, а на диалоге уже вот так, чтобы они были прям смешные-смешные. Не делался. Из-за этого нам, ну, по специфике нам лично, авторам, было писать это проще. Мы, то есть, прям кайфанули. Мы сразу такие, о, как хорошо, с двух драфтов сдали. Ничего себе, здорово. Вот. И специфика работы здесь, вот я, ну, еще раз уточню, в IPW, то, что ты сразу попадаешь и сразу начинаешь обучаться. Ну, то есть, непосредственно ты видишь этап создания вот этого продукта с начала и до конца. Ты слушаешь истории параллельно других ребят. Ты в курсе, что происходит в других сериях. Ты в курсе, куда мы движемся сейчас по сезону. И когда тебе приходит этап писать диалоги, ты получаешь огромный поэпизодник, продуманный, продуманный до этого общей группой. Потом, когда разбирается серия, два человека начинает более подробно его продумать, ты сам его продумаешь. То есть, в итоге, садясь писать диалоги, у тебя практически есть готовая серия. У нас бывают очень подробные поэпизодные планы, они там бывают по 6-7 страниц. Это, по сути, короткий такой вариант, небольшой вариант самих непосредственных диалогов. Да, я видел такие поэпизодники, там буквально внутри текста есть прям чуть ли не прям цитаты и шутки. Да, то есть, ну, в смысле, там, а она, господи, я, там, не знаю, что-то там произошло, то есть, не описывается, а она удивилась тому-то, тому-то, а там уже прям прямая речь, и, грубо говоря, там переносишь это просто в форму диалогов. Ну, это прикольно. Ну, то есть, получается, у вас, если возвращаться к, я просто хотел тоже уточнить, наверное, и поправь меня, если я не прав, что, взаимодействуя с партнером, когда вот вы оцениваете не только юмор, да, то есть, ну, но еще и вот эти, ну, доматургические ходы, ну, вот эти вот развития ситуации и повороты, да, что, в принципе, тоже очень важно, потому что, ну, условно говоря, шутку можно, в принципе, потом переделать, а если вы, ну, с поворотом пойдете куда-то не туда, то это, ну, переделать надо все, то есть, цена ошибки, наверное, больше, скажем так. Да, когда ты, ну, какую-то, как-то, да даже вот я скажу так, когда это все, ты анализируешь, уже серия там, у тебя смонтирована, ты смотришь, когда она уже выходит в эфир, и вот бывает там, какой-то пытливый зритель что-то такое заметит, и ты думаешь, ах да, вот мы реально упустили, вот этот поворот, мы его не продумали, мы просто вот за этой массой информации и за массой того, что нужно не упустить, и на что нужно сделать акцент, это обязательно на это, здесь это уточнить, мы потеряли, вот, как мы метили, она вылезла, и в этом плане, да, шутка-то бог с ним, но не посмеялся человек, ну, не зашла, ну, и ладно, там, следующая шутка, там еще-еще, там, 150 сценарий, может быть, вот, а если какой-то сомнительный поворот, и человек там спросил, ну, на самом деле в жизни, там, на самом деле в жизни не бывает таких тренажеров, ты такой, ну, вот, ну, вот, где-то упустили. Прикольно. То есть, смотри, ну, то есть, получается, светофол, он шел несколько сезонов, вы, а ты с какого сезона подключился туда? Это, наверное, был пятый, наверное, или шестой, я уже не помню. Ну, и у светофора тоже было столько рекорнаций, это, это неубиваемый был проект, он тоже, вот, все, он уже, наверное, закрывается, все, уже всех, всех уже персонажей сделали беременными, уже все, там, у Тамары Тройни родилась, ну, все, мы его убили, нет, ребята, еще будет два сезона. Слушай, ну, потом, если коротко, можно сказать, какие еще были дальше проекты, ну, после светофора, то есть, которые уже, я так понимаю, вы уже в статусе, уже, ну, не на испытательном сроке, а уже в качестве полноценных авторов, вашей авторской группы большой, делали. Да, да, мы дальше писали, по-моему, «Два отца, два сына», потом «Клюша мира» была, где-то там мы несколько серий «Анжелики» писали, что еще мы писали, даже мы у Алексея Тройцука писали «Стройку», одну серию, это уже часовой формат. Да, я вот, кстати, хотел, ну, слушай, но если мы остановились, давай я спрошу про «Стройку». Вот это, вот эта история, которую, ну, в общем, полчасовые сценарии сильно отличаются от тех, что вы пишете на час. Ну, потому что я не сильно разобрался, я понял, что это немножко такая длинная штука, я видел, вот, в Украине такой сериал есть, вроде бы комедийный, но он на 50 минут, а структурно это другое что-то, да, то есть по-другому как-то это делается? Ну да, структурно это по-другому, у тебя нет такой четкой градации, как у тебя в ситкомах, это у тебя три линии, одна линия главных персонажей, другая линия, там, какая-то там производственная, и какой-нибудь анекдот, то есть, тут нет такой четкой градации, здесь, может быть, это просто одна, условно, так называемая линия, да, это одна история вообще может быть, с какими-то там вкраплениями, и, то есть, иногда это даже вообще может быть, ну, эти вкрапления не являются полноценной линией, то есть, это везде по-разному, ну, каждый, вот, стройка именно, да, то есть, она пишется как полнометражная комедия, по сути, да, больше, больше на это похоже? Ну, наверное, да, наверное, больше похоже на это, вот, затем у нас были, были что там, что я назвал, ну, ты назвал стройку, два сына, Рыша Мира, Рыша Мира, потом были, по-моему, Ивановы, 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 просто то, что сразу всплывает, Ивановы, короче, это с кичком, фитнес, ну, и Пеппера Гоу. Фитнес, ну, я мог, что-то, вы пишете сейчас, да? Да, да, я мог что-то пропустить, потому что, ну, очень много проектов было, было всегда, есть в Аббе, всегда очень много проектов. Слушай, ну, вот смотри, когда, если можешь, расскажи, вот, в рамках года, это, вы пишете весь год, да, или у вас есть какая-то сезонность, там, я не знаю, когда-то слабее, там, ну, когда-то меньше нагрузка, или же это, вот такая равномерная, распределенная нагрузка по, ну, по всему году? Ну, сейчас, вот сейчас мы пишем, в принципе, пауз нету, то есть, вот год начался, у меня пауз не было, как у автора, это, ну, постоянно какой-то, вот, поток идет, работы, переключение с одного проекта на другой, я даже не могу, как это назвать, да, как-то вот, он какой-то монотонный поток, то есть, виск, 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 там. Смотри, то есть, смотри, например, сейчас вы пишете фитнес, да, но вы до этого писали пирогову, да, правильно понимаю, или какие-то вещи еще и параллельно идут? Это бывает накладывается, вот, бывает, ты пишешь серию пироговой, и потом сразу же садишься за серию фитнеса, бывает, у тебя закончились сборы фитнеса, ты получил серию фитнеса, пишешь его, закончил писать, берешь серию пироговых и пишешь серию пироговых. Лучше, когда у тебя вот одно заканчивается, начинается другое, чтобы не страдало, во-первых, качество, во-вторых, чтобы ты сам себя не загонял, чтобы в итоге, ну, с ясной головой ты садился, и все это делал. Потому что бывали такие, вот у меня лично бывали такие моменты, все-таки жанры там, они разнятся, потому что, если фитнес, это вот, ну, чистый ситком, да, пример чистого ситкома, чистой комедии, где главенствует юмор, то ИП Пирогова, это уже где-то мелодрама, где-то даже драма. Ну, такая более, драматургическая такая более история, да? История... Что-то эволюет, как бы. Да, взрослые женщины. И здесь юмор не... Дополнительная штука, здесь юмор не главный, здесь главные драматические повороты, как персонаж развивается, куда он мечется, как она ищет мужчину, как она себя огнобить за то, что она ошиблась, какие у нее отношения натянуты с дочерью. Ну, поднимаются уже серьезные вопросы, и на них делается больше акцент, их надо больше думать. А ты, бывает, на автомате придумал, допустим, комедию и рассказал креативным, а они говорят, ну, вообще это все не туда, ну, потому что ты не успел переключиться, и поэтому, наверное, это плохо, когда накладывается. И, ну, бывают какие-то монеты, бывают такие точки, когда надо писать и то, и то параллельно. Но тебе самому больше нравятся какие истории? Ну, на этот момент времени писать, придумывать? Ну, мне нравится писать и придумывать все истории. Я просто скажу, невозможно писать, не влюбившись в персонажа. Даже если тебя что-то там не устраивает, как придумано, как это утверждено, все равно вынужден влюбляться в этот персонаж, в этот продукт, в эту, там, комедию или в эту драму. Ты должен влюбиться, и ты влюбляешься, и пишешь, и тебе нравится. То есть, когда ты, я не знаю просто, у меня такого не было, чтобы я писал то, что мне не нравится. В любом случае, влюбляюсь в это на сборах. Это невозможно, потому что ты их, как детей, ты их создаешь, как детей, придумываешь их по крупицам каждого персонажа. И ты, конечно, в них влюблен. Это, это знаешь, это бывает тогда, когда ты приходишь на сериал, допустим, там, на какой-то там пятый, шестой сезон, а до этого ты вообще даже не смотрел, не писал. И ты, и ты там сидишь, делаешь домашнюю работу, все пересматриваешь, делаешь, все перечитываешь, и ты пока еще не можешь влюбиться, потому что это не твое детище. Не ты это создавал, придумал. Вот здесь, да, здесь тяжело, но опять же, пописав там серию, вторую, там третью, ты влюбляешься и пишешь. И поэтому я так не могу сказать, что мне, что мне нравится писать. И даже не скажу, что легче, потому что бывает такая тяжелая история на фитнесе. Ну, так тяжело она дается. А бывает, на ИП пироговых сдается очень быстро все. Бывает наоборот. Сидишь и думаешь, проблему Веры, вот какая у нее проблема? Сидишь, все уже было. Или вот сейчас, у нас сейчас сезон рассказывается, то есть у нас получается пятый сезон, мы пишем фитнес, третий сезон завершаем ИП пироговой, и это уже столько историй было. То есть сейчас напишется пятый сезон, это если посчитать, там если три линии, да, это 300 получается, да, сколько? 300 историй получается? Да, да. А нет, неправильно, пять, пять получается. три за серию, а сколько в сезоне? 20? 24? Да, да, да. 20, 60 на 3, 180. Да, да. Ну, в пироговой 180 историй, но тоже немало, потому что, ну, истории же они, причем, не могут быть абсолютно такие, как сказать, простые, бонены. Да, 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 когда у тебя там несколько сотен историй, это уже все было, ну, все уже было, ты начинаешь просто вот так же рыть, рыть, как со скетчами, собственно. Да. То есть авторская работа это в том числе рыть. Да. Слушай, ну, смотри, сейчас вот история с тем, что у вас, у вашей компании, скажем так, есть еще стриминг платформы, и туда тоже отдельно делается контент. Это как-то, ну, как-то делается ли дополнительная нагрузка вообще на сценарную группу? Да, у нас это пока не коснулось, потому что мы, собственно, выполняли свою работу и пишем те проекты, на которых мы прикреплены. Если какая-то будет дана задача, там, что-то написать на старт, ну, мы, и Виталий Петрович нас подключит, примется такое решение, мы будем писать. Просто этого пока вот не случилось такого. В принципе, ребята, все авторы, которые занимаются проектами, они все занимаются этими проектами. Я не знаю, там за всех не буду говорить, но наша авторская группа, мы пока занимаемся теми проектами, которые сейчас идут. Просто я к тому, что, я так понимаю, ну, правильно ли я понимаю, есть, что на платформе старт, то есть, возможно, ну, скажем так, делать более какие-то экспериментальные проекты, например, возможно делать не только комедии. Я просто сам, ну, как бы смотрю, и мне кажется, что сценаристы, ну, если так брать, если быть точными, градация такая, КВНщики, сценаристы, ситкомов, о том, все равно через какое-то время, ну, некоторые все равно переходят, ну, в драмы, может быть, это какой-то естественный путь, я не знаю. И, ну, там не только вопрос драмы и жанра, вопрос того, что там, наверное, больше свободы на стриме в платформе. Ну, вот не было у меня, к сожалению, опыта, я не могу поделиться, не могу рассказать, но насчет того, что, наверное, это путь автора, что он сначала занимается, там, какими-то малыми формами, там, скетчами, затем он переходит в ситкомы, затем он начинает режим мелодрамы, драмы писать, наверное, это какой-то естественный такой путь, прогресс, эволюция, как угодно можно назвать, но, скорее всего, да, в этом, в этом плане верно. Ты не смотрел Каминский? Нет. Чакл Лори, ты знаешь, блин, ну, это вроде комедия, но, с другой стороны, ну, она написана структурно, я так, ну, как я понял, ну, полностью как ситком, но, блин, я там офигел, мне казалось, вот это вот, наверное, вершина того, к чему, ну, такие авторы, как вы, подойдете, наверное, как через какое-то время, ну, потому что все структурно так же, но, и вроде и смешно, но и то, что там сильно смешно, но, блин, так круто сделано, и это сделано не в структуре какой-то драмы, или вот ослабленной структуре мелодрамы, знаешь, извини, я перебил тебя. Да, 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 но это человек Лори, да, ну, если кто-то из нас так научится писать, ну, это здорово будет. Будем стараться, будем расти только над собой. Слушай, расскажи, пожалуйста, как твой день устроен, скажем так, и расскажи, пожалуйста, во-первых, как устроен твой день, и расскажи, какие, по сути, нужно, ну, или навыки, или качества выработать, чтобы, ну, быть сценаристом, я сейчас просто уточню для зрителей своего канала, у нас просто много режиссеров, как бы, сценаристом не перманентно, да, то есть, ну, не потому что ты режиссер этого проекта, да, там придется, условно говоря, два-три месяца пописать, а вот сценаристом профессиональным, который, работа которого, каждый день писать сценарий, получать за это деньги, да, ну, и, по сути, больше ничем не заниматься, я имею в виду, в работе. Какие нужны навыки или качества, и как устроен твой день? Ну, мой день устроен, то есть, мой день строит моя работа, мой день, начинается с того, что я встаю, делаю зарядку, я стараюсь быть в курсе, читаю какие-то актуальные новости, иногда, если у меня еще утром есть время, я читаю сценарии, ну, вот, вчера я, у меня выдалось свободный, свободный, там, часок, два, я, допустим, читал сценарий «Умница» «Уилл Хантин», и параллельно смотрел этот же фильм, вот, и я смотрел, что было в изначальном сценарии, в какой-то одной из первых редакций, где там, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, что они там написали, а потом смотрел, что они там сыграли, потому что они и сыграли, то есть они были сценаристами и актерами главного. Вот, я посмотрел, что действительно столько всего, столько воды, то есть такая выжимка, то есть, в первой, то есть, там такой сценарий, он реально там, наверное, на два часа точно, такая портянка, я там, сам учился читать. В итоге в фильме очень много, очень много эпизодов, причем прикольных, которые мне в сериале, в сценарии понравились, ну, они не встали. Вот, затем я, что, сажусь работать, и я почему-то скажу, что работа строит мой день, потому что все на фидбэк, все, все на, на, на той информации, которую тебе присылает креативный. Допустим, я отправил серию, лег спать, с утра я просыпаюсь, и я жду, ну, я жду редакции, то есть я жду фидбэка, я жду что, что я написал правильно, что написал неправильно, принята ли эта серия или не принята, этот поворот, который надо было придумать, он утвержден или не утвержден, надо еще думать. Вот, собственно, так, а это может быть, потому что креативные тоже заняты, они там, кто-то бывает на монтаже, на съемках, на, где угодно, их там цепляются, со всех сторон, все цеха сериала, их все, они всем нужны. Слушай, вот смотри, например, вы же с тем, кем, с партнером, которым вы пишете проект, или с партнерами, вы же тоже, ну, назначаете какое-то время, да, там, по скайпу, по зуму, ну, начнете разгонять, обсуждать что-то, потом расходитесь, пишете, вы, ну, то есть, у тебя есть какой-то распорядок, когда ты там, я не знаю, там, ты вечером не пишешь, например, там, после семи, например, или, ну, насколько еще организм твой, ну, когда приходит лучше, продуктивнее работает, мозг? Ну, в, в первой половине дня мозг работает лучше, ну, это, вот, чисто индивидуально у меня, понятно, есть там жаворонки, совы и так далее, то есть, у меня, я такой, получается, больше жаворонок, но иногда с краплением совы, вынужденно. Когда я хочу спать, то я сова, когда я не хочу спать. Нет, я в тот момент, я сова, но я убеждаю себя, что я жаворонок, я жаворонок. Сова в обличии жаворонка, новые оборотни. Да. Слушай, знаешь, извини, пожалуйста, вот это вот, то, что ты рассказывал про умницу Уилл Хантинг, сценарий, ты знаешь, я также читал сценарий, по-моему, криминального чтива, давно, я когда вообще никакого отношения к этому не имел, просто сидел на работе в любое время, и там я, знаешь, столько всяких штук нашел, ну, что-то вроде, как бы, я больше из того, как я воспринимал, и как вот, и там написано, знаешь, и если ты помнишь, в Бешеных Псах и в криминальном чтиве вот эти убийцы, они ходили в таких черных костюмах, таких, как на партнерах, таких, с черными галстерами, у нас даже была команда КВН, вот моя, внутри страны, которая не сборная, мы тоже так же, у нас была такая форма, я думал, что это очень стильно, но ты знаешь, я удивился, потому что в сценарии Тарантино, в описательной части было написано специально одеты в дешевые костюмы, короче, дешевые черные костюмы, и для меня это было такое, знаешь, ты знаешь, как в этом фильме «Стиляги», знаешь, в Америке стиляг, нет, я думал, в смысле дешевые черные костюмы, а я думал, это же очень стильно, это же, ну так прям вот, как бы, они такие молодцы, как бы, ну, это прикольно, но вообще, вот эта штука, то, что ты вот рассказал, мне кажется, очень полезная, очень много переосмысливающая, я так смотрел Стив Джобс, ну, как бы, я его почти наизусть знаю, и когда я читал на английском, так как я наизусть знаю фильм на русском, в смысле, мне казалось, что я знаю английский, потому что я читал, и я все понимал, ну, а понимал я просто потому что почти наизусть знаю фильм, да, потому что я знаю, кто зачем, кто что сказал, да, и так далее, ну, это прикольно. Ну, давай вернемся, вот, навыки какие, ну, и кроме очевидных, это какая-то усидчивость, да, и любовь тому, чтобы, ну, заниматься словом, да, я так, патетично, вот, что кроме этого, ну, какая-то дисциплинированность, наверное, да, или, или, скажи, или же креатина и так задисциплинирует, есть у тебя эти качества или нет, или редакция? Я бы сказал так, это годами выработанная стрессоустойчивость на момент и готовность всегда, ну, как бы темно или светло на улице не было, готовность всегда что-то поправить, даже если ты это уже поправил тысячу раз, даже если, вот уже, как раз, сороковая редакция, даже если тебе вчера казалось, что вы все нашли и креативность, да, мы нашли это, это верное решение, вот все мы нащупали, что на следующий день, а может через 2 часа, может через 2 минуты, надо будет заново этот эпизод, момент, шутку перепридумывать, вот, наверное, вот это вот. Это, это жестко, я как-то внутри себя это очень жестко ощутил, когда садись, когда ты уже настроился, когда ты настроился, ну, все, там серия уже к концу подходит, ну, мы, наверное, еще посидим 2-3 раз, ну, наверное, мы ее сдадим, проходит месяц, и ты еще не сдал эту серию. И такое бывает, и такое бывает. Ну, то есть, готовность переписывать постоянно, да, то есть? Да, 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 готовность переписывать. И, то есть, не зарываться вот в эту работу, конечно, еще параллельно пытаться заниматься каким-то самообразованием. Конечно, это надо учить английский язык, конечно, надо смотреть сериалы на Netflix в оригинале, читать сценарии в оригинале языка, хотя бы выучить английский, читать все сценарии. То есть, не забывать про это, потому что, ну, ты можешь так потихоньку начать деградировать, да, ты будешь много писать, да, но параллельно ты никак не будешь развиваться, то есть, у тебя не будет движения какого-то вперед. научишься писать проекты какие-нибудь, допустим, научишься писать ситкомы, и все, и ты так можешь всю жизнь писать. То есть, это засасывает, это же работа постоянно на потоке, на потоке, так можно и 20 лет писать просто ситкомы, и все, и никуда дальше, больше, и уже даже не грезит. Смотри, Сереж, а если вот брать, ну, про то, что дальше, да, когда ты нам вот рассказывал в течение всего нашего выпуска историю, да, ну, от того, как, скажем так, от КВНщика, от школьного КВНщика из Лисаковска до почти самой большой, крупнейшей студии или медиахолдинга, да, автора, вот, мы все-таки как бы наблюдали в том числе за развитием тебя и, ну, одновременно с тобой и за развитием индустрии, да, в том числе, ну, скажем так, да, то есть, тогда индустрия тоже как-то развивалась и вставала на ноги и вот, поблагодаря людям таким, тебе и там сотням еще людям, да, вот, а как ты думаешь, ну, во-первых, какой дальнейший должен быть путь развития у сценариста, это переход в другие жанры, либо становиться там, креативным продюсером, ну, это вот первый вопрос, ну, второй, ладно, я чуть попозже задам, то есть, или же, например, это в каком-то творческом виде, то есть, для того, чтобы, ну, следующий шаг, чтобы, я не знаю, по твоей идее уже генерировать идеи, потом воплощать их в жизнь, как ты думаешь? да, это моя, вот, одна из моих болей, то есть, ну, хочется, конечно, свой проект, хочется что-то уже написать, хочется уже стать креативным, потому что этот опыт нужно пережить, это же, ты должен на всех этапах контролировать исполнение твоей задумки, на всех этапах, начиная вот от замысла, заканчивая там монтажом, постпродакшен, и так далее. Ну, как я знаю, у вас есть что-то вроде внутреннего питчинга идей, то есть, по идее вы можете, да, то есть, внутри компании, ну, показывать, да, эти идеи, руководству, руководству или людям, кто принимает решение. У вас кто больше занимается, Виталий или Алексей? Чем конкретно? Питчингом? Ну, вот, кто рассматривает, да, идеи больше для сериалов? Ну, Виталий Петрович, конечно, он отбор ведет. И, собственно, то, что наша организация делает питчинги, это круто, это такой опыт. То есть, ты слышишь свою историю со стороны, ты слышишь, что придумали другие ребята, это сразу такой, такой багаж истории, багаж идей. и вот, кстати, из этого питчинга довольно много сериалов, продуктов компания получила. Я не скажу прям много, но... Ну, фитнес, да, Василий говорил, что? Да, фитнес, в частности, фитнес, да. Я сейчас не буду обманывать, не вспомню, еще несколько, во всяком, несколько проектов разрабатывались после, там дальше разная судьба, наверное, была, во всяком случае разрабатывались. И вообще интересный опыт лично, мне очень понравилось. и сейчас то, что делает наша организация, то, что мы берем молодых авторов, авторов не хватает, мы их интегрируем, вот, это тоже, ну, большая заслуга, я даже не знаю, ну, так, мы же там все общаемся в кругах своих, я не слышал, что у других компаний, продакшенов, они этим занимались. Слушай, вот ты плавно переходишь к моему второму вопросу, а как ты думаешь, если, условно говоря, новый Сергей Лебедев, живя в Лисаковске, ну, я пока за своих, в том плане, живя в Казахстане, да, ну, какие его должны быть действия? Понятно? Ну, мы исключаем тот момент, что происходит чудо, и новый Сережа Лебедев откуда-то знает, как все это делать, да, что он какой-то гений, или, я не знаю, ему дедушка по наследству передал знания, как писать ситкомы и опыт, да, мы понимаем, что это не какой-то готовый человек, специалист, но если он хочет этим заниматься, как ты думаешь, современных реалий, я, просто, почему я вот говорил о том, что вы попадали, эта индустрия, ну, как бы развивалась, да, в том числе, вот, КВНовские у вас тоже связи, они же тоже, ну, имели какое-то значение, да, я так думаю, все равно, КВН, это же такое, как университет, как будто все в одном университете учились, говорили, какая команда, ну, и в Казахстане такое тоже происходит, да, то есть, ты уже можешь, ага, он играл в той команде, это как для обычных людей на том факультете, там, ну, вот, что ему сейчас, ну, как ты думаешь, лучше сделать, чтобы попасть, например, чтобы попасть в заветную авторскую комнату? Я не могу, я просто на своем примере могу сказать, что я делал, что посоветовать молодому сценаристу как-то себя проявить, ну, вот, только в голове крутится, как-то себя проявить, то есть, надо что-то, но, наверное, наверное, взять какой-то известный сценарий, да, почитать его и понять, вот, как этот сценарий, как эти буковки на бумаге потом перерождаются в непосредственно фильм, как эти буковки работают в фильме, вот, как это описание потом работает в фильме, и пытаться писать, пытаться писать что-то свое, либо надо сейчас писать КВН, например, либо заниматься стендапом, либо, ну, я просто думаю, какой более короткий, либо, я не знаю, прийти и обивать пороги, работать под мастерьем, носить кофе, а, ну, я тоже, я сейчас тоже вместе с тобой изобретаю примерно, как это может, 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 получиться, может быть, мы какой-то гайд разработали, представь, этот чувак, блин, если тебе какой-нибудь чувак попадет с тобой в какие-то молодые авторы, и он скажет, что я увидел это на канале серийного продюсера, блин, все, жизнь удалась, вообще, даже если он облажается, но если он дойдет до этого, просто, физически, это будет круто, ну, вот как-то так, ну, то есть, да, вот как-то, как-то пытаться проявить себя, свое творчество, я не знаю, может быть, сейчас вот многие занимаются блогингом, свои каналы ведут, как-то пытаться там пробовать, что-то снимать, что-то писать, вот, ну, и все равно, если ты этим занимаешься, ты все равно будешь получать опыт, ты все равно будешь расти, и рано или поздно тебя заметят, то есть, ну, как в моем плане, что всегда были учителя, всегда открывали двери, всегда предлагали проекты, всегда шли, ну, так скажем, с протянутой рукой, я в плане, что рука помощи и дружбы, они не захлапывали двери, не гнобили, вот, всегда давали шанс, даже когда ошибался, давали шансы, я поэтому в этом плане я выше и сказал, что я счастливый человек и везучий человек, мне повезло, невероятно, что я вот так сумел пробиться, ну, а так, конечно, то есть, сейчас много всяких групп, там, все, там, всякие в соцсетях, везде, везде, там, прям, в фейсбуке куча групп сценарных, там, люди выкладывают свои сценарии, хороший сценарий всегда нужен и для рекламы, и для полного метра, и для сеткома, для чего угодно, сейчас, мне кажется, даже в этом плане проще, проще, потому что у нас какой-то всегда это был совет, это всегда был, вот, есть парни, они там, там, то-то писали в КВН, давайте их попробуем взять, у нас все было вот так, в нашей КВН-овской банде все это вот так происходило, потому что все друг друга знали, то есть человек мог всегда сказать, тоже взяв на себя ответственность, я за этого человека поручаюсь, он, он, у него он может получиться, давайте попробуем, давайте дадим ему время, давайте дадим ему кабинет, и человек пусть себя проявит. Понятно. Ну, я надеюсь, ну, так и будет, потому что я правильно понимаю, что индустрии нужны авторы, и сейчас тем более, с учетом того, что скоро не все профессии будут нужны, то есть это такие разные процессы, вот, но я так думаю, что ну, сценарист это не та профессия, которая исчезнет, потребность сценариста все больше и больше, но я надеюсь, что в том числе и наш выпуск, и наш разговор с тобой будет полезен нашим зрителям, но вообще было интересно узнать, я мне некоторые вещи, к примеру, не знал о тебе, например, про Сашу и Таню, я говорю, и, честно говоря, про стройку, я не знал, для меня это были вот такие какие-то загадки, я думаю, когда-нибудь я спрошу, кто это, ну, как это делается, потому что это все-таки немножко выбивается. слушай, ну, я хочу тебе пожелать, чтобы, ну, вот, ваши проекты продолжали делаться, чтобы твои идеи, у тебя крутые идеи, некоторые из них ты мне рассказывал, блин, на некоторых из них, честно говоря, даже жил недели две, ну, прямо болел, и даже... Извини, извини, Коля, я не хочу. Знаешь, вот, что неосторожное слово может делать с человеком, потому что я вот прямо идей вот придорожной, как бы, вот, я прямо думал, и мы когда ехали на озеро, там, я даже все локацию какую-то там представлял примерно, вот, но, и поэтому я хочу пожелать, чтобы у тебя по твоим идеям были большие интересные проекты, там, на телеке, на стриминге, где-то еще, потому что я уверен, у тебя классные идеи, ты крутой сценарист. Большое спасибо тебе за время. Спасибо, спасибо, Николай, спасибо тебе, спасибо за возможность поговорить, пообщаться, и я даже что-то там вот сейчас рассказывал, что-то в себе, для себя, что-то новое вспомнил и узнал, открыл. Спасибо тебе за это. Ну, ты знаешь, я как это, знаешь, я сейчас же, ну, вот эти вот сценарные вещи, штуки, есть какая-то профессиональная деформация, но когда ты вот говоришь, там, ну, повезло, ну, может быть, понятно, но ты сам рассказал историю, в которой на кастинге прошло всего лишь там трое, ты знаешь, ну, в смысле, я не думаю, что вы в нашей, вот в этом выпуске, герои нашего сценария, как сказать, ну, то, что не должно быть в сценарии, он не преодолевал препятствия, я думаю, что препятствий было много, он их сам преодолел, ну, повезло, наверное, тоже, вот, поэтому большое спасибо за этот выпуск, этот разговор, это был проект серийный продюсер, меня зовут Николай Пак, подписывайтесь, если вам это нужно, всем пока. Пока. Пока.